Приветствую на канале МАФ! Сегодня будет аппетитный выпуск. Я расскажу сразу про 3 места в метавселенной, специализирующихся на еде. Вы узнаете, зачем виртуальные блюда, которые нельзя попробовать, нужны клиентам, ресторанам и самим платформам. Так что запасайтесь чем-нибудь вкусным и усаживайтесь поудобнее. Но перед началом подпишитесь и поставьте лайк под этим видео, так вы поддержите развитие нашего канала. Приятного просмотра! Мета-сэндвич. Так называется совместное изобретение Джимми Джонс и Дэд Сентралэнд. До 20 мая 2022 года посетители метавселенной могли собрать свой виртуальный сэндвич. На выбор множество видов начинок, включая мясо, сыр, приправы и овощи. Затем прошло голосование за лучший рецепт. А в конце жители Чикаго или Нэшвилла могли попробовать этот самый метавсэндвич в настоящем кафе. То есть концепция такая – создаете еду онлайн и едите ее в реальной жизни. Кажется, это отличный пример использования возможностей метавселенной. Джимми Джонс не стали делать простую копию своего заведения в виртуальном мире, а шагнули дальше. Они предложили своим потребителям реальную пользу от посещения их здания в виртуальности. Персонализированный заказ сэндвичей, добавленный в меню на ограниченное время – вот что помогает победить скептиков. Кроме того, метавселенная открывает преимущества, которые сложно реализовать в реальной жизни. Например, при приготовлении мета-сэндвичей пользователи могут добавлять секретные ингредиенты, вроде печенья. И не будет никакой неловкости от того, что другие посетители на вас пялятся. На примере Джимми Джонс я рассказал о пользе для потребителей. Но зачем все это нужно компаниям? Чтобы ответить на этот вопрос, я перемещусь в другую метавселенную – Roblox. В апреле 2022 года сеть ресторанов Чепотли отпраздновала национальный день буррито открытием своего первого заведения в метавселенной. Днем клиентам предстоит самим работать на виртуальной кухне, зарабатывая виртуальные буррито-баксы. Чепотли специализируется на блюде мексиканской кухни – буррито. Поэтому, чтобы клиенты лучше познакомились с фирменным меню, им предстоит обслуживать виртуального посетителя. Если все начинки вы выберете правильно и быстро, то получите награду. Эти буррито-баксы можно обменять на виртуальную одежду или промокоды для активации в приложениях Чепотли, на веб-сайте или в реальном ресторане. Но на самом деле для Чепотли важно не это. Пока вы будете заворачивать виртуальное буррито, вы уже выучите все начинки, и у вас разыграется реальный аппетит. Скорее всего, вскакивать из-за компьютера и бежать в ближайшую закусочную никто не станет. Но, как минимум, в следующий раз, когда встанет выбор, где поесть, Чепотли вспомнится быстро. Но можно ведь еще и заказать доставку. Да, об этом вам тоже напомнит мини-игра, в которой предстоит подрабатывать курьером. Она тоже в стиле play-to-earn, играя, чтобы зарабатывать. Успейте за 5 минут разнести еду в 5 мест, получите буррито-баксы. То есть все это способы, которыми Чепотли привлекает своих клиентов. Видно, как маркетологи в крупных компаниях пока только нащупывают метавселену. Для них это новая, но все равно перспективная технология. Поэтому компании, которые осваивают метавселенные, часто обращаются к дизайнерам виртуальной реальности. Например, подобные услуги предлагает агентство Math Metaverse. Так что, когда вы захотите перенести свой бизнес в метавселенную, наши специалисты могут в этом помочь. Ссылка в описании. О том, как зарабатывать на рекламе, лучше всех знают разработчики социальных сетей. Поэтому еще один пример, который стоит обязательно рассмотреть, это метавселенная от компании Марка Цукерберга Horizon Worlds. 2 апреля в ней появилась сеть ресторанов Wendy's. Их первый виртуальный ресторан называется Wendyverse. И это скорее отдельный мир, чем здание, в которое можно зайти. Так уж устроен Horizon Worlds. Это VR-аналог социальных сетей. Здесь пользователи бесплатно получают социальный опыт, исследуют места, играют в мини-игры и общаются друг с другом. Еда здесь скорее на втором плане. Но, разумеется, она нативно везде встроена. Почти как рекламный пост, который появляется в вашей ленте, но даже менее навязчиво. То есть еще недавно основным местом для маркетинга были социальные сети. Но последние исследования показывают, что в 2022 году 61% маркетологов хотят перенести свой бренд в метавселенную. Одно дело, когда вы постите квадратную картинку со своим бургером, а совсем другое, когда это анимированная 3D-модель, которую можно трогать и вертеть в руках. Получается, что в виртуальной еде нет ничего удивительного. Общение в интернете тоже не заменяет реального, но сегодня мы все знаем, насколько это делает жизнь проще. Так и рестораны в метавселенной. Это лишь новая ступень в эволюции потребительского поведения. Вопрос лишь в том, насколько далеко может зайти погружение в виртуальность. Но это уже повод поразмышлять в комментариях. А я лишь напомню, что у нас есть телеграм-канал, в котором мы пишем об актуальных событиях из метавселенной и технологиях будущего. Ссылка в описании. А на этом пока все. До скорого.